Сейчас нет кризиса, но и нет развития. Доходов нет. Так считает премьер Медведев. Об этом он заявил во время встречи с сенаторами в начале недели. Как отметили наблюдатели, глава правительства фактически готовит во время таких встреч почву для понимания и принятия бюджета на 2014-2016 годы. Ну а сенаторы должны будут обсудить главный финансовый документ в ноябре. Речь фактически идет о том, что в бюджете могут быть некоторые сокращения. Например, будут сокращены социальные статьи. Ну, до 5% говорят, а может быть даже и больше. Здравствуйте, в эфире программа «Парадоксы» в студии Александр Вейкер. У нас в гостях сегодня к нами советник Института современного развития Никита Масленников. Здравствуйте, Никита Иванович. Добрый день, здравствуйте. Мы также приглашаем и вас, уважаемые слушатели, принять участие в дискуссии по телефону 65 10 99 6, код города 495. Может быть, вы видите выход из тяжелого бюджетного кризиса, господа. Или какие опасности, на ваш взгляд, ждут в будущем нашу страну и нас, каждого россиянина. Я бы хотел также напомнить, что вы можете писать нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». И, Никита Иванович, если говорить коротко, бюджет, который сейчас будут представлять в Госдуме в ближайшие месяцы, на ваш взгляд, это кризисный бюджет? Бюджет будет представлен по планам 30 сентября, то есть еще в этом месяце, начале следующей недели. Назвать его кризисным, в общем-то, трудно, потому что по формальным критериям кризиса в экономике нет. Но это формально. По формально, да. По жизни, что называется, все достаточно напряженно. Бюджет хрупкий, бюджет крайне жесткий, бюджет, на мой взгляд, пока недостаточно сбалансированный, сверстанный, очень большой спешки, вызывающий немалое количество вопросов. И главный из них, а насколько все-таки устойчива конструкция на три целых года, потому что допущения-то какие? Вот первый вопрос, который сразу возникает, применительно к прогнозу. Прогноз, верстан, бюджетные статьи, естественно, зависят от базовых параметров, объема расходов, доходов и, естественно, результирующего их бюджетного дефицита. И все это, естественно, основывается на прогрессе социально-экономического развития. Какие темпы будут? В этом году как-то у нас все не здорово, да? Но не фонтан, скажем. Ну, не фонтан, да. Вот 1,8% по прогнозу Минэкономразвития. Позавчера Международный валютный фонд понизил до 1,5%. СНП тоже опубликовал свой прогноз. Да, Всемирный банк опубликовал вчера свой прогноз. Они согласились с оценками Минэкономразвития. А вот дальше возникает, дальше вот самое интересное. Почему-то вдруг считается, что темпы увеличатся аж почти вдвое и будут держаться там выше 3% в течение всей трехлетки предстоящей. Но вот это абсолютно не фонтан. Давайте мы... И вот это самый главный риск, потому что действительно, вот я сейчас просто скажу какую-то базовую такую штуку, да, вещь. Потому что все то, что мы сейчас видим, замедление, торможение, слабые темпы, вяленькие такие, знаете, старые анекдоты. Крокодилы летают, ну да, летают, но не зынька, не зынька совсем-то. Ну вот у нас вот экономика, такой большой крокодил, полетел, да, со скоростью там 1,8% ВВП в год, может быть и меньше, может быть больше, но где-то около того. Ну так вот, возникает ведь очень простой вопрос. Если это не конъюнктурные вещи, не связанные с какими-то уж сверхординарными, суперстрашными, жестокими, так сказать, обстоятельствами на внешних рынках, то значит это структурная природа, значит это рукотворная. А значит тогда мы должны соответственно и под реализацию бюджета продумывать всю политику, всю государственную экономическую и социальную политику. И вот с этим много-много-много вопросов. Никита Иванович, к нам сейчас присоединяется депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР Сергей Калашников. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Министром был когда-то. Сорвался, к сожалению, но будем дозваниваться. К сожалению, ощущение у всех экономистов, которые так или иначе немного изучили документ... Ну, вот насколько удалось, потому что все пока как-то... Скорее они его изучили из средств массовой информации, я так понимаю. То, что было опубликовано и то, что было озвучено. Ну, из пояснительной записки достаточно... Нет ни одного положительного комментария по поводу этого бюджета. Я даже слышал комментарий, назвали этот бюджет просто бумажкой, которую невозможно выполнить. Ну, знаете, можно соглашаться, можно не соглашаться, но, как правило, всегда полезно взять некую паузу. Знаете, как у Александра Галича из зала мне кричат «давай подробности». Вот пока подробностей не будет, а их крайний дефицит и крайний недостаток, то какое-то такое связанное заключение по поводу того, чего нас ждет, высказанно затруднительно. Но, тем не менее, понятно, что этот бюджет, эта вот конструкция, которая предложена, перегружена рисками. Давайте тогда разбираться. Сейчас потенциал роста фактически исчерпан для экономики. Ну, в принципе, я думаю, что вот если ничего не делать ровным счетом, то наш потенциал экономического роста где-то на горизонте от 3 до 5 лет, как минимум, это примерно 2-2,5%. Но это вы очень оптимистично смотрите на картину. Да, но это совершенно недостаточно для нас, да, потому что, давайте вернемся чуть-чуть назад, 7 мая 2012 года, вновь избранный президент, первый пакет своих указов, много очень, так сказать, целей таких амбициозных поставлено. Ну, вот если посчитать, сколько нужно процентов экономического роста, чтобы их выполнить, оказывается, вы абсолютно правы, вот 5 это минимальная гарантия, а 5,5 это более-менее мы себя будем достойно ощущать. Но вот видите, сейчас пока складывается где-то ровно вдвое меньше. Нужно понять, за счет чего это можно достичь и какие механизмы нужно задействовать, потому что, я так понимаю, экономически уже исчерпаны. Вы знаете, я бы сказал, вот текущие экономические механизмы во многом исчерпаны, хотя еще есть определенные ресурсы. Ну, например, вот все-таки, все-таки, ну, давайте с самого начала. Если у нас рост замедляется по структурным причинам, ну, возьмите тот же самый монополизм, естественно, наших, так сказать, монополий любимых, ЖКХ и все такое прочее, когда у нас получается, что примерно 50% весов в индексе потребительских цен, ну, не как центральным банком, средствами его денежной политики, денежно-кредитной политики, ну, не контролируется, не может он на это влиять. Это практически даже чуть-чуть больше половины получается там по счету. Ну, вот, тем не менее, прозвучало в связи с обсуждением в правительстве этих бюджетных проектировок, что, мол, давайте, вот мы сначала мораторий сделаем, потом будем индексировать по принципу инфляции минус. Естественно, и предпринимательские союзы, и многие эксперты говорят, ну, это, в общем, шаг такой крайне недостаточный, но хорошо, что хоть начали двигаться, потому что дальше стоять и видеть это все невозможно. Никита Иванович, мы продолжим анализировать ситуацию буквально через несколько минут. 65, 10, 99, 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Продокс». Сегодня мы обсуждаем тему будущего, бюджет 2014-16 годов, что это за документ, почему так много разговоров в последнее время идет о главном финансовом документе нашей страны. У нас сегодня в гостях экономист Совет Института современного развития Никита Масленников. Никита Иванович, вы говорили о том, что, возможно, есть у нас... Давайте мы прервемся, потому что как раз мы досвонились до нашего депутата, да? Прекрасно, давайте. Сергей Вячеславович Калашников сейчас у нас на связи, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Мы вот обсуждаем главный финансовый документ на предстоящие 2014-2016 годы. Вот вы, кстати, за этот документ в том виде, в котором он сейчас представляется в СМИ, будете голосовать или нет? Пока ничего не известно, он пока не внесен в государственный документ. Можно судить о документе по сообщению нас. Но, по крайней мере, уже обсуждения или консультации-то у вас идут? Нет, ну, я член второсторонней правительственной комиссии, но консультации очень разнообразные. Такой будет конечный итог еще неизвестный. Если будут сокращаться расходы на социальные статьи, вы будете голосовать за такой бюджет? Ну, вы понимаете, здесь же не, как бы вам сказать, не ультиматум ставится. Вопрос в Думе — это не вопрос принимать или не принимать. В Думе — это вопрос обсуждения и внесения соответствующих поправок. То есть правительство внесет в бюджет, он будет рассмотрен и будут приняты соответствующие поправки. И только тогда принимает. Но бюджет упрощен на соответствующий бюджет. Но премьер уже говорит о том, что приоритет в новом документе будет оставлен все-таки оборонки. И если выходить на социалку и выполнять те обещания, которые были даны в мае, то, скорее всего, мы будем выходить на 25-й год, на начало 25-го года. Я много раз говорил, вопрос даже не в том, сколько денег в бюджете. Вопрос в том, как они расходуются, насколько эффективно, куда направляются, в том числе и в социальной сфере. Если бездумно финансировать абсолютно все, скажем так, заявления, когда они не дают того эффекта, который декларируют, это один бюджет. А если действительно по уму перестраивать систему и делать ее более эффективной, это совсем так. На конечном выходе должно быть не сколько денег потрачено, хотя это тоже очень важный показатель, а какой эффект мы получим через год. Станут ли люди жить лучше или нет. И отдельные стандартные категории также. У нас есть ли сегодня экономические рычаги для того, чтобы ситуацию с бюджетом улучшить? Либо нужно решать так называемые институциональные вопросы? Я могу сказать совершенно жестко, что на сегодняшний день я это говорил, когда мы принимали бюджет 12-го года исполнилось. У нас 12-й год был годом последним, годом несбывшихся наден. И дальше будет не лучшая экономическая ситуация. И в этих условиях стульно тратить деньги. У нас нет никакой возможности. Возникает вопрос, сколько нам нужно для того, чтобы действительно та же социальная сфера заработала лучше? Сколько нам нужно, чтобы не имитировать нашу боеспособность, а действительно обеспечить боеспособную армию, о которой мы говорили уже много лет? А у меня ведь очень большие соперни по поводу того, что те деньги, которые вливают сейчас в оборонку, они достигли своего результата. Я понимаю. Сергей Вячеславович, но ваш прогноз все-таки на следующий год? У нас будет кризисный бюджет. Мой прогноз, что бюджет 14-го года будет еще относительно, относительно я повторяю, сбалансированный. Но дальше пойдет еще хуже. Поэтому на сегодняшний день главный вопрос, будет ли этот бюджет бюджетом развития или не станет, как и все предприятия, бюджеты таковы. Вот я вам задаю вопрос. Мы окончаем 13-й год почти что с нулевым приростом ВВП. То есть 1,5, 1,7, это все прогнозные. Есть прогнозы, что и меньше единиц. Это ноль. А бюджет рассчитан, исходя из того, что ВВП будет 4-3,5%. То есть 14-й год должен быть обеспечен колоссальный рывок. Возникает вопрос, в этом бюджете сказано, за чему этот рывок будет. Я боюсь, что ничего там такого нет. А это значит, что изначально бюджет искусственный. Что, кстати, противоречит бюджетному кодексу. То есть недостоверный. Спасибо, Сергей Вячеславович, за то, что приняли участие в нашей программе. Я напомню, что мы беседовали с депутатом Государственной Думы, членом фракции ЛДПР, Сергеем Калашниковым. И продолжаем разговор с экономистом, советником Института современного развития Никитой Масленниковым. Никита Иванович, ну вот в принципе вы согласны с тем, что говорил сейчас депутат. Ну вот из того, что Сергей Вячеславович нам поведал, совершенно ясно, что в Государственной Думе на сей раз бюджет ждут нелегкие времена и его очень сильно будут трепать. И я думаю, что это справедливо, потому что вот мы начали говорить об этих самых мораторий на тарифы естественных монополий для промышленных потребителей. Ну, важный, конечно, шаг, бесспорно, потому что за многие годы хоть что-то делается, а дальше можно все-таки поправить, потому что надо хоть какую-то динамику выдерживать и, по крайней мере, ее запустить, начинать. Но ведь вот, а удастся ли потом скорректировать решение, если оно будет не очень удачным в исполнении? Вот это вот большой вопрос, потому что, понимаете, вот меня что смущает? Вот даже не, ну, во-первых, по обороне, хотя это сейчас критикуют, якобы за оборонную направленность, но я должен сказать, что все-таки значительная часть оборонных расходов перераспределяется и уходит по программе, по программе модернизации вооруженных сил Российской Федерации, оно все-таки уже уходит на горизонт за 2016 год. Поэтому здесь, мне кажется, что наибольшие риски в социальной части, и вот я говорил о структурных, так сказать, да, это значит, что такое? Ну давайте вот, вот мы очень часто говорим, структурные реформы, ну а что это такое? Это как раз преобразование секторов, которые оттягивают на себя значительную часть, подавляющую часть государственных расходов. Ну вот смотрим тупо, 13-й год, да, социальная политика, 28,9% к общему расходу, расходу бюджета, ну треть практически. Из них там трансфер пенсионному фонду очень значительный. Так вот в этом бюджете на три года трансфер сокращается примерно почти на триллион рублей. И предполагается молчаливо, что вот это замещение, этого сокращения федерального трансферта будет восполнено за счет той пенсионной реформы и той пенсионной формулы, по которой мы там... По пенсионной формуле мы будем с 2015 года жить. А решение по пенсионной реформе, бюджет как бы уже сверстан, да, а решение по пенсионной реформе правительство не принимало. И насколько я помню, вот в середине сентября, по-моему, 18-го числа прошло заседание трехсторонней комиссии, где, в общем-то, профсоюзы не поддержали эту идеологию, потому что они потребовали концептуального и параметрического пересмотра подходов, да, работодатели тоже высказались достаточно... Так, ну, жестко. Поэтому, собственно говоря, вот реформа-то зашита, а какая она? Вот вы меня сейчас спросите, а с чем вы там не согласны? А я даже сказать не могу, с чем я не согласен, потому что я видел... Фактажа нет. Потому что видел ситуацию где-то на конец июля, а дальше каждый день мы, опять-таки, из СМИ видим, вот это изменилось, это изменилось, это изменилось. Здесь появились цифры, понимаете, вопрос. Ребят, а триллион этот чем компенсировать будете? Вот как вы собираетесь администрировать страховые взносы, распространять их на самозанятых, там, да, на мигрантов, таксистов, адвокатов, бобиситеров и так далее и тому подобное? Вот как это все? Потом долгое время была дискуссия по поводу того, что оставлять малышам, которые не торговые, да, малому бизнесу, страховые, льготы по страховым взносам, в районе 20 процентов. Ну, вроде правительство шло на уступки, но тем не менее. Вы решили, что да, наверное, это стоит, ну, давайте тогда примем правительственное решение по этому поводу. И потом там тоже ведь возникает немалая в связи с этим дырка. Если до 2018 года эту льготу сохраняете, что совершенно, наверное, необходимо в условиях того, что сначала, с 1 января по сегодняшний день, свыше 750 тысяч малых предпринимателей отказались от своих лицензий. Это практически миллион человек, да, если дальше будет до конца года это длиться, а то, может быть, и больше получим. Вот эффект, так сказать, непродуманных упражнений в области пенсионной реформы в связи с этими страховыми взносами. Ну, вот, хорошо, сохраняем эту льготу, но тогда, по расчетам моих коллег, дополнительный трансфер в Пенсионный фонд России должен превышать на 3 года свыше 300 миллиардов рублей. А где эти 300 миллиардов при этом триллионном вычете? И вот таких вот нестыковок огромное количество. Ну, даже уже заявили, что сократят статью на дорожную безопасность почти в три раза. Понимаете, это ведь на самом деле у всех подсознаний зашито. Раз такое положение, несмотря на все обязательства по поводу стабильности налоговой нагрузки, неповышений, значит, чего-нибудь, где-нибудь, как-нибудь придумают, чтобы это повысить. Потому что, ну, иначе не балансируются расходы, понимаете? С другой стороны, конечно, прав министра Силуанов, который на брифинге по итогам заседания правительства, где эти проектировки были, в принципе, одобрены, высказался таким образом, что мы приняли такой жесткий бюджет, трехлетку снижения сокращения расходов, сокращения издержек. Это касается, естественно, и всех ведомств и министерств, и там, действительно, вот этот жирок, условно утвержденные расходы на 5% сокращаются как минимум, где-то, может быть, больше, но это практика покажет. В связи с тем, что теперь же у нас другая роспись бюджетная с 2014 года, мы перешли на программу целевой принципов по строению, наше 40 программ. Ну, многое меняется, и к этому надо еще привыкнуть. Ну, там жирочек есть. Плюс, естественно, и монополии. Вот про плюс мы поговорим с вами буквально через несколько минут, сразу после новостей. 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Сегодня мы говорим о бюджете нашей страны на 2014-2016 годы. У нас в гостях экономист, советник Института современного развития Никита Масленников. Никита Иванович, плюс, о котором мы хотели сказать. Да, вот плюс все-таки вот эти самые... Вот у естественных монополий, конечно же, много жирка. Да. Бесспорно. Поэтому вот это вот решение... Они тоже жалуются. Они жалуются, но тем не менее... И не хватает на развитие денег. Это все правильно. Или это от лукавого, на самом деле. Но все-таки счет, он лукавый, я бы так сказал, с обеих сторон. И с одних, и с других. И вот, собственно, решение это и нужно для того, чтобы все-таки выйти на реальные цифры. Кроме того, все-таки со следующего года запускается федеральная контрактная система, да? Которая приходит на смену действующему... И она поможет? ...порядку. Знаете, она когда выйдет на свою проектную мощность, к сожалению, это произойдет как раз вот к 16-му году. Потому что там огромное количество, более 150 документов надо будет принимать, чтобы она заработала. Но, по крайней мере, мы видим некий вектор движения, который позволит избавить нас от ощущения, что примерно 20% госзаказа, а в гособоронзаказе, может быть, даже и чуть-чуть побольше, просто-напросто так аккуратно выразимся, нецелевым образом используется, распиливается. Никита Иванович, вот ваш тезка Никита Кричевский назвал бюджет на 14-16-е годы в одном из интервью бумажкой. Вот давайте мы сейчас выясним, почему он... Ну вот, послушаем. Да. Никита Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Вот в одном из интервью я прочитал о том, что вы называете бюджет просто бумажкой. Да. Почему так, Никита Иванович? Чем не понравился вам? Потому что журналист не совсем корректно отразил мое высказывание, я сказал, что это, конечно же, не бумажка, это вообще закон, который будет принят через некоторое время, но, тем не менее, бумажный характер показателей, которые там отражены, от этого не меняется. Смысл в том, что он через несколько месяцев будет пересмотрен либо в сторону увеличения, либо в сторону поднижения, иными словами, в точности повторится история всех предыдущих лет. А что же касается самого бюджета, ну давайте к нему относиться просто действительно как к документу, как к одному из сотен законов, которые принимает Государственная Дума. А нам с вами от этого документа выйдет ни холодно, ни жарко. Ну, тогда, чтобы вот разобраться во всех этих перипетиях и скандалах, скажем так, во время споров по поводу бюджета, можно ли говорить о том, что мы исчерпали все-таки экономические все рычаги, и нам нужно менять, ну, я не знаю, там, судебную систему, то есть институты? Экономические рычаги для чего мы исчерпали? Для того, чтобы бюджет соответствовал действительности и работал? Чтобы мы получали соответствующие доходы, доходы, да? Я так понимаю, что самая главная проблема – это доходы, которые у нас нет денег. Самая главная проблема – это некомпетентность тех, кто сегодня составляет бюджет и тех, кто этим бюджетом распоряжается, тех, кто реализует основные направления общественных трат. А, собственно, дело-то не в бюджете, а в том, что сегодня у руля и бюджетной политики, и ситуации с расходами в бюджетной сфере те, кто основной целью, как правило, давайте будем аккуратны, как правило, ставят личное обогащение. Ну, либо воровство, да? Ну, я же интеллигентно выразился, Александр. А что касается контрактной системы, ну, коллега все правильно сказал. Да, вот до 2016 года она заработает в полную силу, и тогда мы ощутим результаты, будут меньше пилить там аж на 20%. Ну, ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Коллеги, которые служили в армии, знают, что на, соответственно, каждый хитрый инструмент есть еще более хитрый инструмент с резьбой. Поэтому, ну, какие бы мы законы ни принимали, если есть желание, если в голове у вас стоит неуемная мотивация личного обогащения, то ничего чиновника не сможет отвезти от этого. Ну, разве что за исключением реального уголовного наказания. Хорошо, мы поняли, кто виноват. А что делать? А что делать в чем, Александр? Ну, что делать в этой ситуации? В какой? В ситуации в которой... вот мы не верим в этот бюджет, да? Мы не верим в то, что к нам придут деньги иностранные, потому что у нас плохо работает судебная система и так далее и тому подобное. Что делать? Что нужно сделать? Мы не можем не верить в этот бюджет, потому что этот бюджет закон. И что значит не верим в этот бюджет? У нас очень многие законы принимаются, и они не работают. Подождите, Александр. Не верим, это значит, работники бюджетной сферы просто не будут получать довольствие. Этого не может быть. По определению не может быть. А что касается иностранных инвестиций, то, во-первых, давайте определимся, какие иностранные инвестиции нам нужны. Во-вторых, давайте говорить о том, что у нас внутренних источников инвестиций сегодня более чем достаточно. И все разговоры о недостатке иностранных инвестиций – это не более чем отговорки для того, чтобы снять в себе ответственность за безобразную работу с крупнейшими российскими корпорациями. То есть денег в стране достаточно? Полно. Вы не поверите, полно. У нас сегодня структура приблизительно напоминает структуру экономик других развитых стран. Я имею в виду, что у нас порядка 600 крупнейших компаний формируют около половины всех доходов федерального бюджета. Вы посмотрите, покопайтесь в этих компаниях, ведь значительная часть этих компаний – компаниями с государственным участием. Это первый путь. Путь второй. Давайте говорить о том, что если это частная компания, с каждой компанией нужно работать отдельно, точечно, индивидуально, в ручном режиме, действительно в ручном режиме. У вас всего 600 на всю страну. Неужели из 600 компаний мы не сможем сделать несколько десятков локомотивных тех, которые будут инвестировать в расширение производства внутри страны? А уж на базе вот этого точечного, ручного управления мы постараемся что-то изменить в целом. То есть по этим методам индукции, раз уж детукции не получилось. То есть не хватает сейчас в стране политической воли? Не хватает в стране грамотного, компетентного, квалифицированного государственного управления. А политическая воля-то в стране есть. — Спасибо, Никита Александрович. Я напомню, что мы беседовали с представителем экспертного совета «Опора России» Никитой Кричевским. Ну и продолжаем говорить с экономистом, советником Института современного развития Никиты Масленниковым. Он у нас в студии. — Да. — Но я так понимаю, вы подписываетесь под каждым словом, да? — Да нет, не совсем. — Почему? — Ну, он меня упрекнул в неком, так сказать, оптимизме таком. Карась сидит, тот на федеральной контрактной системе воспричитал. Ну, мой тезка такой же. Не знаю, как правильно эту рыбу определить идеалистическую. Ну, то же самое, взять 600 корпораций в ручном управлении. Ну, я понимаю, что это все-таки, есть такое желание наехать на крупный бизнес, может быть, и справедливее во многом, но, тем не менее, это все-таки, мы уже дорожку-то тропили, когда... — Ну, или как минимум навести там порядок, я думаю. — А навести порядок, вот, в первую очередь, надо наводить порядок с... Действительно, вот здесь вот я подписываюсь полностью, ты уже сказал, мой тезка, под компаниями, корпорациями с госучастием, потому что все естественные монополии — это государственные компании. И я даже несколько раз уже мне тоже вот этот вопрос задавали, говорят, а вот этот вот мораторий, а вот эти вот индексации, это все пройдет. — Тарифы. — Да, говорю, это все пройдет, может быть, может быть, это даст действительно импульс к какому-то такому совершенствованию госуправления, под этим тоже прописываюсь. При одном условии, что мы начнем, грубо говоря, так вот, проводить зачистку этих самых естественных монополий с точки зрения их управления, с точки зрения их бюджетов, с точки зрения их непрофильных активов инициативных расходов. То есть проводить то, что опять-таки на языке экономистов называется структурная реформа. Вот готовы ли к этому? Пока не очевидно, потому что все, что мы слышали, ну, это да. Что, мол, вот мы давайте сегодня примем, вот напишем, а вот потом мы к этому вернемся. Когда потом? Когда потом? Потому что, ну, либо тут, знаете, вот обычно говорю, либо пушки, либо масло. А тут возникает вопрос, либо это самое, либо газ, либо стадион. Объясните мне такой вот парадокс. Казахстан, экономика которого тоже зависит от сериевых цен, не меньше, чем российская, устойчиво растет со скоростью выше 5%. Почему им удается, а у нас нет? Ну, все-таки экономика, конечно, существенно меньше. Это, во-первых. Во-вторых, такой, когда у вас объект меньше по размерам, то у вас просто управление им несколько проще, с учетом особенно политических, так сказать, особенностей. Ну, и кроме того, я должен сказать, и здесь мой, так сказать, большой респект казахским властям, они с самого начала, вот как раз шли на институциональные перемены в своей экономике, причем по самому высокому международному уровню. И многого им удалось добиться в той же самой пенсионной системе, в той же самой жесткой санации банковской, так сказать, банковских структур. У них все-таки вот институциональная подкладка под экономическое развитие, она работает. Я бы сказал, что качество их институтов экономических и тех государственных, которые касаются управления экономикой, все-таки на таком хорошем конкурентоспособности. То есть вы хотите сказать, что и правоохранительные органы, и судебная система, да, отношение власти к бизнесу гораздо выше, чем в России? Вы знаете, она, я не сказал бы, чтобы она вот так... Или качественнее. Ну, конечно, она понятнее, она долгосрочнее по правилам игры. Вот претензии к судебным властям, к правоохранительным органам, конечно, можно много предъявлять, и у российского бизнеса тоже есть. Но, по крайней мере, вот что отличает, допустим, наш стиль от их, так сказать, стилистики, Потому что, если уж правило приняли, то оно действует хотя бы некоторое положенное ему время. Желательно длительное. Желательно длительное. Но давайте его не менять хотя бы 2-3 года. Посмотрим, какие накопятся, так сказать, плюсы, какие минусы, какие оценки возникнут. Мы же, помните вот это самое бюджетное правило, да, только-только приняли, буквально, я посчитал через 5 недель, Бывший министр экономического развития Андрей Беловцев, который очень уважаю как профессионала, бесспорно, один из лучших по мировым меркам. Но, тем не менее, тут же предложение дайте поправим. А давайте не 7% автоматсечения, а 5%. А давайте не в этом году, а в следующем. А на минуточку, вот, мой тезка тоже говорил, там, почему-почему. Да, ребят, тут есть одна простая вещь, вот, есть такое понятие, да, как доналоговая прибыль. Вот она, извините, за 8 месяцев этого года сократилась по сравнению с прошлым на 22%. Вот, ровно пятая часть доходов по налогу на прибыль не попадает в бюджеты. В данном случае не бюджет федеративный страдает, не федеральный, да, а бюджет территории. И вот и у них на сегодняшний день, извините, проблема, а где взять 400 миллиардов на текущий год? А дальше еще больше. 65, 10, 99, 6, год города 495, мы продолжим уже разговор после новостей. Мы сегодня говорим о бюджете на 14-16 годы. У нас в гостях сегодня к нами советник Института современного развития Никита Масленников. Мы уже, в принципе, поняли, что бюджет будет непростым. Мы будем проживать очень тяжелое время. Самое поразительное, что доходы от нефтегаза вряд ли будут увеличиваться. Но не похоже. Да, потому что даже при цене в 110 долларов за баррель мы не в состоянии выполнить тех обязательств, да, которые у нас сейчас накопились, по крайней мере, с мая месяца. Насколько я понимаю. Ну, понимаете, и да, и нет. Конечно, если то, что запланировано, то будет потрачено. Это понятно. Вопрос, заберем мы такие доходы и сколько мы зачислим суверенные фонды. Потому что сейчас... Зачислим ли вообще что-то? Да, нет. Ну, во-первых, в этом году уже значительная часть нефтегазовых доходов идет на балансирование бюджетного дефицита. Понятно. Дальше у нас фонд национального благосостояния, это, строго говоря, некая подушка и правильная подушка для того, чтобы страховать риски от пенсионной системы, которые, как мы выяснили с вами, в общем, накапливаются. Непонятно, как страховать этот триллион, который пока никто нам не объяснил. Поэтому... Ну, мы поняли. Вот в макроэкономическом смысле. Сложно, сложно. Да, мы поняли. Это сложная будет конфигурация, сложное исполнение. А если посмотреть на бюджет с точки зрения простого обычного россиянина, что ему от этого? Давайте мы переговорим еще с нашим очередным гостем. Это финансовый эксперт, гендиректор консалтинговой компании Смирнова & Company, персональный советник Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот если будут исполнены самые худшие предсказания экономиста по поводу бюджета на 2014-2016 годы, то есть будут сокращены, например, те же социальные статьи, что нас ждет? Сплеск безработицы, снижение уровня доходов. Как вы думаете? Ну, прежде всего, это, конечно же, ударит по населению с доходами на уровне среднем и ниже среднего. Потому что обычные люди, у которых доходы выше среднего, они на социальные выплаты не сильно ориентируются и живут за счет заработной платы и за счет собственных накоплений, может быть, бизнеса и так далее. Единственное, что, может быть, не очень позитивно на них скажется, это если в отношении российского бизнеса будут предприняты какие-то моменты и серии еще большего увеличения страховых взносов или что-то подобное, что может подкосить российский бизнес. Это то, что касается доходов выше среднего. Ниже среднего, да, если все социалки будут сокращены так или иначе, то, если выразиться так, бедные станут еще беднее. Ничего нового здесь нет. Поэтому то, что сейчас у нас творится в Российской Федерации, говорит о том, что да, увы и ах, но личные финансы нужно брать под личный контроль и не сильно на государство надеется. Вот примерно такое резюме. Неутешительное. Да, но тем не менее, сейчас уже говорят о материнском капитале, который хотят сократить, хотя президент Медведев сказал, что до 16-го года все останется как есть. Там же там закон. Да, да, а после 16-го года, возможно, если мы оставим материнский капитал, то будут несены какие-то коррективы. Это все отразится, естественно, на демографической ситуации. Вот я бы хотел понять, Наталья, вы к какой точке зрения придерживаетесь? Может быть, нам не надо тратить огромное количество сейчас денег на социалку все-таки, о чем говорили еще до майских указов очень многие экономисты. И нужно тратить деньги на структурные реформы, поднимать уровень наших институтов, чтобы и иностранный инвестор, который может прийти в нашу страну... Да, прежде всего, свой бы. Репатриировал бы капитал. Да и свой тоже. Вот к какой точке зрения вы придерживаетесь? Ну, смотрите, я в данном случае, если говорить категориями Соединенных Штатов в Америке, то я честный республиканец. То есть я считаю, что для того, увы, да. Я считаю, что страна может быть устойчивой только если устойчивый бизнес. Ой, мы не переживем, мне кажется, уже шоковую терапию. Ну, я думаю, что справимся. Дело в том, что хуже уже просто некуда. Поэтому говорю как представитель бизнеса. И если бизнес по-прежнему будет загоняться в тиранки, которые сейчас есть, мы будем видеть, что половина бизнеса у нас теневое. И, соответственно, отчисления ни в какие вне бюджетных фонда не производится. У нас здесь дефицит всех социалок. В результате получается, что у нас все хуже и хуже. Я считаю, что проблему нужно, скажем так, наверное, решать кардинальным путем. То есть нужно улучшать условия для бизнеса. Нужно, да, повышать... Но этот год, финансовый год для вашей компании, этот финансовый год самый худший? Вы знаете, у меня дела вообще отличные, начиная с 2008 года, а лучше всего они начались, знаете, когда? Когда с 2009-2010 пошли ухудшения условий для бизнеса. В частности, страховый бизнес и так далее. Но у меня бизнес так уж сложился, ориентирован на дорубежные рынки. Поэтому чем хуже в России, тем лучше моему бизнесу. Вот оно как. Может быть, это и ключ к решению некоторых проблем для некоторого бизнеса. Спасибо, Наталья, за то, что вы присоединились к нам. Это был финансовый эксперт, гендиректор консалтинговой компании Смирнова и эндкомпани, персональный советник Наталья Смирнова. Никита Иванович, ну... Республиканец ли я? Да. Вы сняли просто с языка. Вы республиканец, кстати, по своим убеждениям, если мерить американскими категориями. Ну, вы знаете, я бы так сказал. Я не знаю, как это отнести республиканец... Ну, то есть за шоковую терапию или нет? Вы знаете, я... Лучше пусть будет сейчас хуже. То есть отрезать сейчас этот... Я бы так ответил, Александр. Я за то, чтобы вот ту модель, не до конца доделанную и еще не состоявшую из социального государства, его не поздно перезагрузить заново. Проведя нормальную пенсионную реформу без ухищрения и лукавства, как мы сейчас видим, сделав многое в сфере здравоохранения, сделав многое в целевой адресной социальной защите, действительно, для неимущих. Но беда в том, что мы до конца не знаем, сколько у нас их. То есть вы не верите Росстату? Нет, я верю Росстату, но Росстат до всего не дотягивается. Поэтому тут я думаю, что для нас просто на самом деле надо признать, что вот бремя социальных расходов, можно в кавычки его поставить, но объем социальных расходов, это для нас серьезнейший вызов для страны. И нам нужно отвечать на него не только, так сказать, средствами федерального, региональных бюджетов, но, естественно, изменяя мотивацию каждого по отношению к своим собственным возможностям, к своим личным финансам, к планированию своей собственной жизни. Я думаю, что здесь вот просто уповать только на одно государство, приедет барин, на всех рассудит, накормит, это абсолютно, уже эти времена навсегда закончились. Слушайте, ну даже если мы взять такую сферу, как пенсиону, то, ну, вряд ли мы наберем даже 5% населения, которое рассчитывает на государство. По крайней мере, среди вот молодого поколения. Ну, среди молодого, да, а вот среди вот даже моего уже очень многие. Понимаете, вот среди моего поколения, мне все-таки уже 60, да, вот честно говоря, признаюсь, то всего лишь нам четверть людей согласно продолжать трудовую активность. Может быть и больше, по моим ощущениям их существенно больше, особенно среди женщин. Вот, вопрос о мотивациях. Ну, опять-таки, возвращаясь вот к нашему пресловутому бюджету, этим трансфертом, ну, расскажите, какие мотивации для людей сохранять, продолжать трудовую активность? Вы будете платить пенсии работающим пенсионерам или не будете? Если вы их не будете индексировать, вы будете, так сказать, делать дополнительные вычеты? Ну, предложения мы уже услышали. И так далее, и тому подобное. Понимаете, вот эта вся вот неясность, вот эта вот неопределенность, она, конечно, очень сильно раздражает и демотивирует людей вообще даже на самих себя полагаться. Поэтому я думаю, что для нас главная, так сказать, одна из главных финансовых задач, это определенность по-взрослому всерьез и надолго. Приняли правила, соблюдаем. И в них уживаемся, пусть это будет 2, 3, 5 лет, но мы должны с ними сжиться. Будет гораздо легче, когда мы знаем, что они действительно не меняются. А когда можно все изменить, когда можно, так сказать, криком взять, давайте нам еще одну индексацию, давайте нам еще несколько миллиардов там на что-то. Ну, вот все это как-то вот пока очень зыбко. Мне думают, что нам надо выбираться в финансовых делах вот из этой болотистой зыбе на твердую почву. Для этого есть все возможности, все основания. Но людям-то все-таки надо полагаться уже не только на государство, но и на самих себя. — Но и государству нужно полагаться не сколько на финансы, то есть на деньги, а на человека, на его ресурсы. — На человека, да. На то, чтобы вот диалог, мы говорим, диалог общества, гражданина там, с государством и так далее. Вот диалог должен быть предельный и конкретный по поводу того, чем я тебе могу помочь, чтобы ты больше на себя принял ответственность, самого тебя любимого. Вот ведь. А не просто, я тебе дал и давай. — Странная ситуация, даже вот этот бюджет на 2014-2016 годы, он же не обсуждается, по большому счету. — Ну, будем надеяться. Вот опять-таки, Никита Кричевский меня, мой тезка, так сказать, упрекает за такие, к расизм, идеализм. Но 30-го он входит, вносится, как обещало правительство, в Государственную Думу с опережением, по-моему, даже в многих графиках и сроках. С тем, чтобы успеть в этом году все. Будет нулевое чтение, будет первое, там, второе, третье. Дискуссия обещает быть достаточно жесткой, потому что там много вот таких вот в этом лабиринте бюджетном извивов. — И тут уже будет включаться политический аспект. — Да, который абсолютно пока не ясный. Не только экспертом, но, по-моему, очень многим министром. — В этом плане я не согласен с Никитой Кричевским, который говорит о том, что у нас есть политическая воля. Если была политическая воля, не было бы сейчас этого разговора, по большому счету. Потому что, да, мы бы говорили о других вещах. Мы бы понимали, каким курсом мы идем, откуда деньги приходят, как мы их тратим, насколько прозрачна вообще эта система, как это все работает. А мы вынуждены об этом говорить каждый день и слушать наших чиновников, которые оправдываются, либо предлагают нам совершенно другие варианты решения проблемы. Диаметрально противоположные. — Либо непонятные варианты, которые... И иногда очень часто ведь получается, что и вопрос-то задать. Вопрос задать можно. Воследствии у нас все в порядке. — Не факт, что будет ответ. — С ответами у нас сложнее. — Это была программа «Парадокс». У нас был в гостях Никита Масленников. До встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова